Летела Луну и возвращается на Землю. Подобные эксперименты здесь уже проводили, и сроки были внушительнее. 520 дней до Марса. Ну что в сравнении с этим, 7 дней до Луны. Однако впервые в изоляции женщины. Всех окноподбор умницы и красавицы, молодые ученые. До входного люка их провожали десятки видеокамер и нескончаемые фотовспышки. Как будто им и впрямь предстояло лететь на Луну. Кто-то скажет, зачем строить такую грандиозную конструкцию? Ведь изоляцию можно провести в любой комнате. Однако для ученых важно, чтобы результаты экспериментов можно было сравнивать. А для этого условия всегда должны быть одинаковыми. В модулях даже газовая среда определенная. И за всем происходящим наблюдают ученые из ЦУПа. Команды экипажу они дают посредством коротких видеосообщений. Общение с прессой не предполагалось, но нам разрешили отослать свою радиограмму. Здравствуйте, девушки. Надеюсь, ваш полет проходит хорошо. У меня к вам есть несколько вопросов. Несмотря на жесткий график, экипаж нашел время ответить. Сейчас наш виртуальный корабль приближается к нашему спутнику, к спутнику Земли, к Луне. Самочувствие у всех прекрасное. Распорядок дня у нас очень четко прописанный, в циклограмме. У нас в 7-8 утра подъема, в 23-30 отбой. А в середине дня основная часть составляет эти эксперименты. Даже когда мы едим, когда мы проводим уборку комплекса, мы проводим какие-то эксперименты. Потому что на нас постоянно находятся актиграфы, которые записывают нашу двигательную активность. Средства гигиены. Все это тоже приближено к условиям космоса. Мы пользуемся теми же салфетками. Они пропитаны специальным раствором, или они сухие. Их можно разогреть, произвести обтирание тела, мытье головы. Понятно, что главные вопросы здесь связаны с совместимостью экипажа и реакцией организма на стресс. К примеру, ежедневно девушки проходят альгометрию. Тест, который показывает изменение болевого порога. При стрессе он снижается. Кстати, всю эту аппаратуру делали специально для МКС. Разработано для проведения космических экспериментов, но на борт еще не поставлено. Здесь она проходит медико-технические испытания, чтобы оценить, насколько получаются корректные данные, как они могут быть использованы. Помимо альгометра девушки тестируют, к примеру, энцефалограф с сухими электродами, ведь гель сложно смывать в невесомости и стоматологическую укладку для самостоятельного обследования полости рта. Приземлившись, женская команда даст рекомендации, что исправить в аппаратах и в инструкциях, чтобы действующим космонавтам работать было комфортно.